здравствуйте дорогие друзья гости моего канала всем и подготавливать к горячему копчению вот их две щеки и таких 2 судака здесь полкило 600 10 кило 100 ну говорю разница между ними 500 300 грамм щука и судак прямо потрошенный целиком с головой только единственное что мы сделаем сделаем надрез как надрез туда просто вдоль хребта ножом это прорезал проделаем и вот здесь вдоль хребта сделаем пару на голову таких вот во все рыбе вдоль хребта это чтоб она так сказать лучше просолилась чтоб столь проникла в хребет тоже накольчики и хвост все больше ничего делать не надо дальше она будет коптиться целиком соответственно чешую чешую можно выбрать можно не убирать кому как нравится я не буду убирать заморачиваться как бы соответственно если прям сильно закапчивать ее, но я не буду сильно ее закапчивать, она будет просто горячего копчения, золотистого цвета, красивенькая, то, соответственно, шкура защищает, чтобы всякие смолы и так далее, мясо попало намного меньше, потому что горячий дым, он проникает намного быстрее, намного в толще рыбы, намного быстрее, так сказать, чем холодный дым, поэтому, чтобы не перекоптить, чешую, можно не убирать, можно убирать, я не убираю, все, рассол я уже приготовил, так, это пока в сторону, рассол у меня, там распорилось уже почти, на литр воды 200 грамм соли, вот на это количество, здесь у меня сколько, 6 килограмм где-то, 10 литров воды, здесь мне главное, чтобы в тару положить рыбу, и чтоб рассол был, в зеркало рассола было выше рыбы, на литр воды 200 грамм соли, соответственно, специи для горячего копчения можно использовать любые, какие вам нравятся, можете просто купить приправу для специй в магазин, для рыбы, вернее, специй, и в рассол ее закинут, я просто вот отдельно сварил, с ароматными травками всякие, перчик, там кориандр, гвоздика, лаврушка, отдельно сварил, здесь тоже 200 грамм соли, в этом литре, здесь литр воды, все заливаю сюда, так получается концентрат, и отправляю сюда рыбу в этот рассол, вот эту целиком крупненькую рыбку, соответственно, сверху придаем какой-то тарелочкой, чтоб она не плавала, главное, чтоб зеркало рассола было выше рыбки, все, вот этот размер, ну, среди полтора килограмма, в этом рассоле, в холодильник, ну, как температура засолки до градусов 10, ну, такая, чтобы градусов 10 было, 15 это максимум вообще, вот в этом рассоле, в холодильник, или не в холодильник, или в прохладное место, подвал, там, погреб и так далее, отправляем на 4 часа, если бы она была там до килограмма, примеру, да, рыбка, то на 3 часа, если там грамм по 500, то на 2 часа, если вообще там 100 граммовый, то за 1 час она просолит, но отоминаю, это копчение горячее, не холодное, все отправляем на 4 часа на просолку, дальше продолжим готовить, еще раз来了, копчение будет горячее, именно горячее, температура копчения будет более 80 градусов, все что там до 80 градусов, да, коптят, там, говорят, что горячим, копчение, нет, это полугорячее копчение до 8 градусов, до 80 градусов коптят только мелкую рыбу, там, селедку, мелкую, там мою вукильку и так далее, вот это, ее коптят, так сказать, полугорячим копчением, потому что она достигает своей кулинарной готовности полностью, кулинарной готовности при температуре там от 70 до 80 градусов оплошно мелкая она проваривается крупная рыба делается только горячим копчением при температуре более 80 градусов чтобы она была полностью приготовлена кулинарная готовность чтобы сто процентов было чтоб мясо отходил от кости вот это будет горячее копчение не надо для горячего копчения солить там сутки двое-трое пять и так далее как многие солят потому что вот все равно что вы рыбу дожарите на сковородке вы подсолили ее и жарите до выше не солить там сутки двое-трое пять здесь то же самое мы сейчас ее вот через четыре часа вы достанем промоем даем и полежать часа три-четыре столь перераспределиться и все она будет мало соль на вкусная рыбка горячего копчения так что как-то так температура копчения я уже все в дальнейшем покажу когда уже было копить копить было на москвите ну вот и прошли четыре часа мы засолили щуку судаком очень ароматный очень ароматный рассольчик так достаем всю рыбу с рассола вот такая просоленная для горячего копчения просоленная не для холодного для холодного так бы она в этом расколе солилась не менее трех суток именно тот размер рыбки двое-трое суток точно солил все берем час эту рыбу промывая под холодной водой даем уложим на решетку рел татьяна поднос положу даем часа три-четыре в холодильнике просто стечь прохладном месте где-нибудь температура чтоб 10-15 грал что было хотя бы даешь класс стекла столь перераспределилась у нее можно там раз в подойти и так перевернуть можно не переворачивать кого как бы время есть лучше конечно перевернуть и после пойдем уже коптить никаких шеверезом идея сушить не буду они но я сейчас ее она стечет и сделала обвязку обязательно буду делать обвязку прошла рыба будете на решетке буду нависеть обвязку обязательно делаю и все и пойдем коптить ну все их вот этот обвязал теперь пойдем покупки напоминаю копчение будь горячие но все влага перераспределилась вот вешаю ее в коптильню так вот вам будет не располагаться температуру контролирует щупом по центру коптильня прогрета до прогрета грался до 60 как то есть конечно она остыла после доводим температуру до 80 градусов и при 80 градусов держим 30 минут именно вот этот размер если маленькая была бы рыбка там буквально 10-20 минут хватило бы эта рыба будет при 80 градус сушиться в течение 30 минут вот я заложу рыбку коптильный час 31 градус подрываем вот 32 уже поднимаю температуру до 80 градусов также для копчения подготовил дровишки содержанием влаги 30 процентов этим дровишками я и буду коптить горячее копчение как видите на рев у меня идет только камера включена это все выключено ну вот температура в коптильне достигла 80 градусов засекаем 30 минут при 80 градусах суши ну на самом щупе на блочке видите 82 но нагрев камеры отключился 81 он падает вон щуп вставлен коптильный коптильный нагрев камеры видите отключенный переставил на 80 и все это теперь труща будет держать стало 79 нагрев камеры включился сейчас у меня коптильня стоит железном гараже не в капитальном где было раньше где у меня кондиционер осушитель просто железный гараж на улице кстати дождик идет я вот копчу этот ворот это открытый то что намечается переезд у меня небольшой так что на бардак не обращайте внимание копчу для себя для друзей для родственников швс вот он рядом стоит вот она коптильня я шортах вот опять 8 если достигла сейчас терморегулятор отключится и упадет температура я игрался на 34 и терморегулятор опять включится все отключился окно прошло 30 минут при 80 сейчас просто нельзя это конечно делать но я покажу быстренько видите продукт обсох он сухой высокая закрываем и поднимаем температуру как можно больше если 110 наберет вообще отлично ну 95 100 градусов и при этой температуре еще 30 минут мы просто прожариваем проварим ее доводим до кулинарной готовности саму рыбку коптильни сейчас с учетом то что я открывал 73 градуса я буду поднимать температуру вот температура достигла в коптильни 95 игрался с этого момента и отсчитывал время 30 минут не включаю нагрев пускай выше подымается ничего страшного там до 110 даже ничего страшного 30 минут это этап проварки прожарки доведения до кулинарной готовности рыбы ну все прошло 30 минут и приду коптильниру 100 градусов сейчас закидываем дровишки дым пошел температуру в коптильни можно уменьшить до 85 80 градусов при этой температуре коптить опять же в течение 30 минут значит статики включать не включать это кому как нравится я буду копить без статики может со статика ну не больше там 10-15 минут максимум сейчас без статики 30 минут покопчу и как бы результат будет далицо закончил коптить на 81 градусе вот там дымок видно выходит еще потихонечку сейчас полностью дым выйдет из коптильни будем открывать нагрев можно уже убирать камеры ну все горячий коптильни закончил все отключил дымок еще выходит потихоньку вот такая золотая рыбка приготовленная проваренная все сейчас даем ей отдохнуть повисеть сразу не вытаскивает даем отдохнуть повисеть минут 15-20 после этого будем вытаскивать уже потом совершенно конечно ее попробую всю ну вот рыбка горячего копчения готова ниточки видите как отходит я же говорил одно видео что при обвязке ниточки рыбки горячего копчения смочить чтобы они были влажные одно откроем судачка самого крупного эти тоже потоньше они сто процентов приготовились показать готовность судака дальше разломать его разрезать давайте голову оторвет видите мясо отходит от кости голову просто задел и она отошла малосольное вкусное раскроем вот так вот видите какая сочная просто берем кушаем и наслаждаемся волосольная вкусная ароматная рыбка главное выдержать все температурные режимы температуру горячего дыма это именно горячее копчение рыбы это них не полухолодное там не полу горячее это именно горячее копчение жир бежит рыбки всем приятного аппетита и до скорых встреч мясо витеком о он и они